добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку погода в израиле зимняя видимо интернет будет плохо работать поэтому какое-то время мы немножечко подождем пока будет ясно как работает интернет может быть появятся люди и будет отклик скажу что в эту субботу мы читаем главу ваихи да мы заканчиваем книгу бы решить ну и собственно начинаем новую книгу месяц ты бед сегодня у нас вот 12 ты в это прошел пост 10 ты в это ну кто интересуется он знает мы на самом-то деле немножечко ждем держим паузу с тем чтобы вот все это начать наш наш урок на улице холодно по израильски очень холодно вот люди не понимают как это в израиле может быть холодно вот да да значит даже очень холодно потому что вот на улице сейчас у нас 17 градусов и комнате у нас 16 половиной градусов поэтому значит на улице теплее чем в комнате поэтому у нас такая зима и мы стремимся себя одеть во все что только можно и так пока никаких сведений нет непонятно что происходит с интернетом ну ладно по крайней мере можно начинать потихонечку может быть просто вот зима и волны интернета медленно вот шалом здрасте вот появился первый человек второй человек и значит это знак того что можно начинать в в нашей недельной главе заканчивается ну вот так скажем не совсем заканчивается но вот вроде как бы подводится итог очень серьезный итог созданию семьи большой семьи якова якова израиля но нам сказать что вся первая книга книга решит наши мудрецы ее называет сэфара я шарим книга прямых видимо потому что он считается что наши прадцы были достаточно прямые люди можно рассуждать на эту тему что такое прямой что такое кривой понятия многие поступки которые описаны здесь ну допустим все что связано с авраам исхаком сара и ривкой имеется ввиду вот эти вот все истории скажи что ты моя сестра всегда очень непросто если рассматривать очень простой первый сюжетный уровень объяснить вот эту вот прямоту простоту этих людей но мы же понимаем что книга тара это не историческая книга не книга биографии поэтому мы ее читаем не только на простом сюжетном уровне а еще на уровне намека объяснения и даже тайны и так в нашей недельной главе вайхи сказано о том что яков исраэль болеет кстати первый кто болеет вторе это яков и медраж говорит о том что он сам попросил эту болезнь потому что болезнь на самом-то деле очень интересный момент болезнь это наши мудрецы так говорят что это обращение всевышнего к человеку но в силу того что человек испытывает боль некомфортные чувства он не очень понимает что это все еще не с ним разговаривает и не знает как на это ответить но и первое и второе что всегда над изголовьем больного находится божественное присутствие что очень важно при посещении больного надо об этом помнить так вот яков болеет и он приглашает к себе всех сыновей чтобы дать дать им благословение да и там я начну с того что я вам прочитаю один стих это значит сорок девятая глава берешит мемтед сорок девятая глава и посух ну 1 2 сорок девятая глава 1 2 и и позвал яков сынов и сказал сынам соберитесь и я вам скажу то что с вами произойдет бахарет аэмим будущем то есть он им пообещал что он им вот расскажи что у них будет в будущем вы и соберетесь и услышите сыны якова и услышите израэля отца вашего сыны якова услышат отца израэля очень важный момент то что наш праотец яков имеет второе имя и первое не отменено то есть он имеет имя яков и добавляется имя исраэль это видим очень важно очень и очень важно и вот сейчас мы подходим к той теме о которой я хотел с вами поговорить значит в нашей недельной главе яков ну покидает этот свет покидает этот свет так скажем значит об этом написано в берешит 49 и самый конец сорок девятой главы 33 пасук это после того как яков благословляет каждого из своих сыновей значит 33 пасук написано ва яхаль я аков лицевод и дбанав и закончил я аков лицевод скажем так если литературно благословлять своих сыновей ва ясов роглав и подобрал ноги собрал ноги подобрал ноги эль хаммита на кровать то есть он видимо сидел он лег на кровать и дальше ва игва слово игва ве я асеф эль амаф я асеф эль амаф это и присоединился к своему народу ва игва ва игва если вы посмотрите русский перевод по-разному там написано но в общем смысл в том что как бы он умер во игва слово связанное с тем что человек вот как-то покидает эту жизнь но игва это не совсем умер потому что умер слова нет ламут мавит и здесь и и употребляется слово ва игва даже не знаю как перечипи переперевести это на русский язык причин причастился приобщился но дальше вот написано приобщился и приобщился к своему народу гвия это ну как бы вот тело в котором уже нет души ну вот что интересно наши мудрецы в талмуде говорят очень интересная вещь вот талмуд тракта танит пятый лист 5b в талмуде так как этого виленский вариант его оглавление значит есть каждый лист имеет а и б так вот пятый лист б там есть ну как бы дискуссия дискуссия двух двух мудрецов я даже вот как-то и для себя выписал да раби юханан и раби нахман они и не спорят и вот раби юханан заявляет что праотец наш яков не умер на что раби нахман отвечает как не умер написано же в книге написано что ну во первых по нему траур справляли во вторых его бальзамировали в третьих написано что его похоронили что же это все напрасно все они это делали он не умер они это делали как это понять ну на что раби юханан говорит что он на самом-то деле анализирует текст писания какой текст писания он анализирует я вам сейчас приведу этот текст писания это из книги пророка иеремия у иеремии значит это иеремия 30 глава 10 стих 30 глава 10 стих и здесь написано следующее и ты не бойся раб мой я оков сказал всевышний и не страшись исраэль ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленение их и возвратится яков и будет жить спокойно мирно и никто не будет страшить его и вот значит он объясняет так как я это трактую он говорит значит написано так что не страшись раб мой я оков что я тебя спасу и потомство твое издалека верну и тоже спасу я тебя спасу и потомство твое спасу и он говорит что раз я тебя спасу и потомство твое спасу что ты и твое потомство это одно и то же и получается что если я твое потом потомство спасу и оно будет потом пребывать и жить не страшась и в спокойствии то раз потомство живет то и ты живешь замечательно очень хорошо ну вот так вот он это объясняет вот из сравнения того что вот ты и твое потомство почему вдруг всевышний говорит и о тебе и о твоем способстве ты не бойся я тебя спасу но и твое потомство спасу почему вдруг о потомстве он заговорил в связи с тобой значит ты и твое потомство вот он считает это одинаково это первое доказательство и второе доказательство что более убедительно в тексте тары рядом с именем яков не стоит слова смерть нет такого слова рядом с именем яков даже в начале на нашей главы в самом самое 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 начало нашей главы вот написано что здесь самом начале главы вот посмотрю написано вот и что жил яков в земле египетской и так далее и дальше значит что написано и и было лет якову перечисляется сколько лет да 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 сто сто сорок семь лет да и написано так во икрыву емей исраэль ламут и при и приблизились дни исраэля умереть то есть и оков жил написано да а приблизился к смерти израэль ну странно да на самом деле вот яков и израэль яков это более низкий материальный уровень израэль это более высокий уровень если уж кто там остается в живых то скорее всего тот у кого выше духовный уровень да то есть сказали бы что приблизились ну да жил яков и дни яков приблизили к смерти так нет именно дни израэля придумали приблизились смерти а слово мавет рядом со словом яков не стоит и вот я решил проверить а как было вот у наших праотцов у авраама у исхака я вот нашел вам я вам сейчас покажу это это очень интересно как у них об этом говорится вообще в принципе самое это интересное это находить в тексте тары какие-то аллюзии параллели и сравнивать их это самое мне кажется очень интересное вообще в принципе текст тары это своеобразный сборник понятий это вот вот эти слова их нужно рассматривать ну как некие знаки понятия и их можно сравнивать от этого вот гематрии возникают числовые значения и прочее и прочее вот смотрите что написано у авраама я читаю книга берешит 25 книга берешит 25 пасух 8 строчка 8 написано так ваигва ва ямот ваигва ва ямот ваигва ва ямот ваигва ва ямот значит ямот это ямут и ягва и умер написано первое ягва второй умер авраам написано бе сиева тува ну в хорошей значит сидине и и написано ва я ва ясеф эль амав также приобщился к своему народу вот это вот написано и умер ва ягва вот этого ягва я не перевожу потому что ну усоп я не знаю как сказать это слово по-русски что то есть в этом слове что означает что телесному существованию подходит какой-то конец но собственно дальше идет слово и умер ва ямот то есть ва ягва ва ямот авраам так идет авраам идет за ним так написано у авраама да как написано у ицхака вот я посмотрел у ицхака нашел у ицхака это глава 35 пасух стих 29 написано так ва ягва ицхак ва ямот и ягва то есть вот это вот усоп ицхак и умер и приобщился к своему народу вот это приобщился к своему народу у всех это есть значит получается вот если мы возьмем вот эту вот формулу ягва вамет вот первая часть слова и умер у авраама сначала идет имя потом эти два слова у ицхака идет первое ва ягва имя ицхака умер имя ицхака как бы внедряется между этими двумя понятия ва ягва вамет когда мы смотрим у яакова у него слова вамет нет не присутствует есть слово вот я читаю об этом написано значит 50 глава сорок девятая в самый конец 33 стих написано вот так и написано что яаков потом несколько слов идет игва яаков стоит на первом месте после этого идет слово ягва что-то с ним произошло и потом приобщился к народу получается если арифметически математически подходить к тексту вот этот вот вот эти два слова ва ягва вамет которая характеризует смерть человека то получается так у авраама идет имя потом эти два слова нет так у авраама не так подождите авраам идет не так авраам идет если уж быть четким и ясным ва ягва вамет авраам авраам на третьем месте первое второе это смерть и имя дальше у ицхака это имя перемещается и становится между этими словами ва ягва ицхак ва мет у якова оно становится вообще на первое место впереди этих слов и слова мет нет такого слова там нет случайно или не случайно нет ничего случайного конечно не бывает все это закономерно то есть почему татара слово мет со словом я оков рядом не ставит вопрос почему намек что он не умер ну понятно знаете вот как вот некоторые из любавичских хасидов говорят что вот рэба на самом деле не умер сложно говорить помните ленин всегда живой и так далее да мы наверное наших вождей каким-то образом из любви чьи чисто из любви каким-то образом мы пытаемся оставить в живых но человек смертен тут ничего не поделаешь и вот эта фантастика о том что вот он жив-жив-жив-жив-жив я не знаю говорят где-то в Улан-Удэ есть человек который находится в таком состоянии давным-давно не знаю непонятно что то вроде как вот он умер а вроде как он и не умер может быть когда-то и оживет где-то с 20-х годов я точно не могу вам сказать но вот что-то такое и есть чудес много в Индии говорят много таких чудес есть люди которые вот уходят в пещеру и все много-много лет непонятно как в данном случае нет конечно же действительно вот Якова был траур его бальжамировали его на самом деле похоронили все понятно это все все так оно и есть то есть наверное некий в физическом мире все это происходит но тара ведь не случайно нам об этом говорит тара не случайно на это намекает и наши мудрецы в Талмуде не случайно об этом говорят что Яков не умер Исраэль даже вот Исраэль высокий Исраэль да а Яков нет почему ответ конечно хорошо бы найти на это причем вы должны понять одну вещь что тот ответ который конечно же я вам сегодня расскажу но это мой ответ это то что я на эту тему думаю и это не значит что это истина в последней инстанции ни в коем случае это всего лишь размышления и я вам хочу сказать одну открыть один секрет что вся эта история все эти размышления и прочее и прочее на самом деле не для того чтобы мы нашли какую-то такую абсолютную правду и сказали вот это вот так нет самое важное что мы занимаемся занимаемся второй мы читаем эти слова мы обсуждаем эти сюжеты вот это самое важное а причины для этих обсуждений вот находятся вот здесь например вот эти вот Яков не умер такая провокативная причина и мы на эту тему начинаем рассуждать если бы мы сейчас вживую с вами общались наверно поспорили кто сказал бы да нет нет он умер и прочее а так сказать вот здесь даже вот есть какие-то реплики получается что что получается получается он жил как Яков стал жить как до борьбы ангела и слава а умер как предки нет нет с того момента как Яков стал Исраэлем на самом Таде он живет как Яков и как и Израэль и мы по моему в прошлый раз говорили что когда была вообще встреча Якова и Йосефа помните Йосеф плачет... убравой груди на Якова а Яков он читает шма Исраэль и мы говорили что в этот момент когда'd а как раз кто читает шма Исраэль Яков говорит Исраэлю Шма Исраэль Слушай, Израиль. То есть Яков и Исраэль в эту секунду, видимо, соединяются очень плотно, переплетаются. Вот между ними уже нет разницы между Яковом и Исраэлем. Вот эти качества как бы сливаются, это очень важно. Яков, получив имя Исраэля, уже никогда не будет только Яковом. Как ему сказано, и не будешь только Яковом, будешь еще и Исраэлем. Поэтому Исраэль, конечно, никуда не девается. И эти качества остаются. Но надо вам сказать, что практически все дети были рождены Яковом, кроме Беньямина. Беньямин, скорее всего, был зачат Исраэлем, уже в земле Кнаанской. Потому что имя Исраэль, ему становится до того, как он переходит речку Иордан. До перехода речки Иордан, вот возле речки Ябок, когда он сражался с неким человеком ночью, тогда ему становится известным его новое имя. Понятно, что зачат был Беньямин после этого. И он был рожден после этого. Значит, по существу 11 детей были рождены Яковом, а 12-й Беньямин был рожден зачат Исраэлем. И не случайно, ведь Иерусалим, тот самый город Иерусалим, он ведь должен был достаться колену Беньямина. И храм должен был полностью находиться в колене Беньямина. И потомки именно Беньямина, которые не поклонились Амалеку, должны были убрать Амалека. Поэтому, да, Яков, он становится Исраэлем, но он не перестает быть Яковым. Но когда наступает смерть, почему-то наши мудрецы в один голос утверждают, что про Якова и смерть ничего рядышком не сказано. Они всякий раз нам настойчиво, назойливо акцентируют наше внимание на то, что Яков не умер, не умер, живет. Как? Как живет? Понятно, что на уровне Пшат, на простом уровне, на уровне содержания, наверное, это воспринимать не следует. То есть вот действительно ходит между нами некий человек, потому что как только о чудесах, то мы на эту тему рассуждать не можем. Видимо, он жив как-то по-другому. Вот как-то по-другому это вот надо и выяснить. Вот это вот память, вот написано, Надежда нам пишет, что память и идея человека жива. Согласен, конечно, в нашем бытовом понимании, что пока дела человека, его имя, память о нем жива, то и он своеобразно живет среди нас. Конечно же, да. Я думаю, что и это правда. И это правда. Хотят ли нам сказать об этом наши мудрецы, что мы его помним? Но смотрите, мы ведь помним и Авраама, и Ицхака, и наших праматерей мы помним. Но вместе с тем мудрецы не настаивают на том, что они живы. Говорят, что да, прожили и умерли. Это народ? Народ. Вот жена моя Наташа из той комнаты говорит про народ. Наверное, да. Народ жив. Ам-Исраэль. Нецех-Исраэль. Но мы же говорим Ам-Исраэль. Но мы говорим Ам-Исраэль-Хай. Народ Израэля жив. Мы не говорим народ Якова жив. Яков живет в своем потомстве. Совершенно верно. То же самое говорит у пророка. То же самое сказано у Иеремии в 30 главе. Что не бойся, я тебя и твое потомство написано. Я тебя спасу, и твое потомство тоже спасу. Тебя спасу, и твое потомство спасу. Конечно же, скорее всего, в потомстве. Но интересно, почему все-таки в потомстве Якова, а не Исраэля. Вы заметили, что мы кто? Потомки Якова или потомки Исраэля. Очень важный момент. Мы говорим Ам-Исраэль-Хай. Народ Израэля жив. Мы говорим Нецах Исраэль-Ло-Ишакер. Вечность Израиля не подведет. То есть, понимаете, есть народ Якова или как сыны Якова. Видите, мы ведь начали читать сегодня, когда вот все сыны собираются. Как он их зовет. Смотрите, как он их зовет на самом деле. Собирает. Перед тем, как он благословляет их, он их собирает. Вот что написано. Вот здесь написано следующее. Это важный момент. Вот перед тем, как он говорит. Это я читаю 49 главу. Начало, самое здесь 49 главы, первый посуд. Вайкра Яков Эль-Банав. И обратился и позвал Яков сынов. Вайомар и сказал им. Ге-эсву. Соберитесь. Вайагидала хэм. И скажу вам. Эта шэр икра ит хэм. Бе-ахарита ямим. Все, что случится с вами в будущем. То есть, он говорит, вы соберитесь. Яаков. Говорит. Соберитесь, я вам расскажу, что случится с вами в будущем. И дальше второй посуд. Второй стик. Вайгикабцу. Это второй глагол. Соберитесь. Здесь два глагола. Соберитесь. Та-асву. Ге-эсфу. Ла-асов. Это собрать. Вот механически собраться. Знаете, вот один, второй, третий. Вот вы собрались на автобусной остановке. Ла-асфу. Собрались. А гикабцу. Кибуц. Это тоже собрание, но более плотное. Это когда собираются по одному поводу. Ну да, вы скажете, на автобусной остановке они тоже ждут автобуса. Ну, во-первых, они ждут разных автобусов. И потом не обязательно ждут автобусов. Может, у него встреча назначена на этой автобусной остановке. А когда люди собираются вместе, исходя из какой-то идеи, например, на лекцию какого-то человека. Они собираются на лекцию именно этого человека. Вот это вот кибуц. Кибуц это, ну, как кибуц, собственно, кибуц. Это слово кибуц. Это собрание, когда объединяются не только физически в одном месте, а духовно, нравственно, материально, может быть. Кибуц-галуёт. Вот у нас есть такое понятие. Улицы есть в Израиле. Кибуц-галуёт. То есть собрание изгнанных. Изгнанные собираются в одном месте. Они собираются поэтому. Так вот, смотрите, как он. Первый момент. Он говорит «гесфу», то есть соберитесь физически. И дальше «гигбецу». «Гигбецу» – соберитесь другим способом. «Вешему бне Яаков и слушайте сыны Яакова», написано. И второе. «Вешему эль Исраэль авихем» «И слушайте отца вашего Исраэля». Сыны Яакова собираются, чтобы слушать отца Исраэля. Сыны – некое физиологическое продолжение. У нас даже есть такое понятие биологический отец и отец такой. Биологический тот, кто родил. И тогда это твои сыновья и дочери. А отец – это на самом деле некое духовное объединение. Вообще у евреев учитель считает своих учеников тоже детьми. То есть вот так же, как вот сын по отцу читает Кадиш, ученики читают Кадиш по учителю, потому что он находится в статусе отца. То есть отец – это, в общем-то, духовное объединение. Получается, что мы сыны Яакова физически, и Исраэль – отец наш. Кадиш, он должен стать отцом нашим духовно. Причем духовный отец – он смертен. Исраэль, получается, что он как-то смертен. А Яаков, он по существу не умер. Вот такая вот история. Мне важно здесь понять одну вещь. Вот это вот Квуца, Икапцу – соберитесь вместе не просто физически, но и духовно. То есть, когда мы собираемся вместе, то Яаков превращается в Исраэля. Это очень интересно, потому что, когда мы собираемся вместе, вот Икапцу – большему Бне Яаков, когда Бне Яаков собираются вместе идеологически, они начинают слышать отца Исраэля своего. Мы как-то говорили о том, где находится святость нашего народа. А святость нашего народа находится в собрании нашего народа. Мы говорим о том, что народ Израиля бессмертен. Каждый израильтянин, каждый еврей, он смертен. Понятно. А Ам-Исраэль – это бессмертие. Потому что Нецах – Исраэль, вечность Израиля, Ло и Шакер, как говорили пророки, не обманет. То есть, Я как личность смертен, как член народа бессмертен, потому что народ бессмертен. А дальше они и говорят, как потомки твои бессмертны, так и ты бессмертен. Значит, смотрите. Если все это подытожить, эти сложные рассуждения, получается следующее, что качества Яакова передаются на все 100%. Своему народу, своим потомкам передаются на все 100%. Ведь качество Авраама, мы увидели, у Авраама есть две линии следования. Есть Ишмаэль и есть Ицхак. Значит, не все, что было Авраамом, унаследовано одним Ицхаком, потому что был еще Ишмаэль. Ну да, вы скажете, что тот Авраам, то изменение имени родил Ишмаэль, а этот уже Авраам, другое имя. Да, имя изменилось, сущность изменилась, но не на 100%. Авраам и Аврагам – это все равно, это продолжение. Поэтому Ишмаэль все-таки, он что-то унаследовал от Авраама. Не все 100% от Авраама ушло по одной линии. То же самое было у Ицхака. У него есть Исафа, у него есть Яаков. И тоже не все 100% уходят к Яакову. Есть еще Исаф. Но от Яакова все входит в народ. То есть, все, что выходит из чресел Яакова, становится народом Израиля. Поэтому Яаков в качестве Яакова, который есть наш родитель, ведь наш родитель не Исраэль. Наш отец духовный – это Исраэль. Но до Исраэля надо дойти. Знаете, как говорится, что то, что ты родился евреем, ты еще должен им стать. То есть, ты родился сыном Яакова, но ты должен стать еще ребеночком Исраэля. Ты должен стать. Ты не можешь автоматически этим. Ты должен дойти до этого. Понимаете? Потому что Яаков и Исраэль – да, ты от Яакова должен дойти до Исраэля, но сам. Кроме потомков Бениамина, никто не знает, кто такие потомки Бениамина. Это вот неизвестно. Поэтому, смотрите, Яаков, он полностью передает качество Яакова своим потомкам, чего не делает ни Исраэль, ни Ицхак, ни Авраам. Авраам и Ицхак, понятно, там раздвоение происходит, а Исраэль получает свое имя позже, когда он уже родил всех детей. Поэтому только Яаков является источником всех наших качеств. И поэтому наши мудрецы однозначно заявляли, что пока потомки Яакова живы, они и есть носители качеств Яакова. Да, это не такие высокие качества, это качество Яакова, пятки, материальность, но они очень важны. Они очень важны. Поэтому мы, потомки Яакова, должны стать детьми Исраэля. Вот такие вот рассуждения. И поэтому в этом смысле, пока мы живы, жив Яаков. Поэтому наши мудрецы говорили, Яаков не умер, живет в своих потомках совершенно. Вот я с вами согласен на эту тему, рассуждая на эту тему. Так, есть еще реплики. Я хочу посмотреть, значит, есть ли какие-то... Вот поэтому и мне. Немного странного благословения на Вениамина, после жизни его в Египте. Необычные мне... Не всем понятно еще. Необычные и мне не совсем понятные. С благословениями там не так все просто. Там на самом деле очень много зашифровано. Я для себя сказал так, что в тот момент, когда я пойму, я пойму, почему нужно так подробно перечислять потомков Исава, то для меня эта книга откроется по-другому. Я еще не понимаю, почему так вот подробно нужно перечислять всех потомков Исава. В этом есть большой секрет. Также в благословениях. Смотрите, дважды благословляются. Яаков благословляет своих детей, и Муше благословляет колено. И тот и другой отрывок они очень засекречены. И там много тайн. Но они, если читать, они потихонечку будут открываться. Не торопитесь. Просто, когда нужно будет, вы их поймете. Вы их откроете, увидите, что они откроются для вас. Сыны Якова, а народ Израиля. Народ Израиля, сыны Якова и народ Израиля, видите, это не одно и то же получается, да? Бней Яков, сыны Израиля, ве ам Исраэль. Я думаю, что вот это квуца, лекабец, вот когда сыны Якова собираются, вот происходит превращение сынов Якова в народ Израиля. Ведь сыны Якова это семья, а народ Израиля это народ. Это не одно и то же. Это разные вещи. И вот каким образом происходит переход из сынов Якова в народ Израиля, я думаю, что в этом тоже. Эта тайна равносильна тому, как в тело входит душа. Абсолютно закрытая тема, непонятно как. Понятно, Всевышний что-то делает. Как? Бог его знает. Возможно, что физическое тело Якова размножится, а духовное Израиль... Возможно ли, что физическое тело Якова размножится, а духовное Израиль таки каждому потомку... Да, и я так считаю. Конечно. Физическое Яков размножается путем, ну, не деления, а размножения, да, а духовное Израиль приобретается каждому. Так же, как и вера. Израиль – это вера. И каждый приобретает, он не получает, не может получить. Яков по наследству, а Израиль благоприобретенная, сто процентов. Да, единомышленники, да, да, согласен. Да, сыны плоти, слушайте, правда, имя Яков дали родители. Там не так, там написано, и дал ему имя Яков, и там Исаву дали имя все, кто там был, а и дал в единственном числе имя Яков. Одни говорят, что дал ему Ицхак имя Яков, другие комментаторы говорят, что сам Всевышний дал ему это имя. Что в единственном числе, посмотрите внимательно, да, что там Исаву дали все, а Якову дал один кто-то. И вот этот один, есть два варианта, либо это был отец Ицхак, либо это был Всевышний. Поэтому есть вариант, что и Всевышний дал ему это Яков. А Миньян, когда появился, ну, Миньян мы учим тоже из Тары, да, из разведчиков. Тогда и появляется Тара, и Стары, Миньян появляется из Тары, и оттуда мы знаем, что минимальное количество людей, которые составляют общину, и появляется божественное присутствие, это как раз десять. Десять и больше. Сила в единстве, несомненно. Так. Бог избрал Якова Исава возненавидел? Не думаю. Я вообще не думаю, что Бог кого-то ненавидит. Я не думаю, что... Знаете, мы можем когда-то по этому поводу поговорить, я выскажу свое мнение, что Всевышний ко всем относится с любовью. Другое дело, что мы с этой любовью делаем, знаете, сверху всегда нисходит благодать, но когда она попадает в нас, она меняется. Чтобы мы поймали или получили эту благодать, эта благодать должна была быть в нас. То есть наша благодать и его благодать тогда умножаются. Если у нас есть эгоизм и ненависть, и приходит эта благодать, то происходит разрушение. Поэтому Всевышний, он не ненавидит Исава. Все дело в том, какое качество Исава и что Исав делает с благодатью Всевышнего. Кстати, Исав есть в каждом из нас. Не волнуйтесь, Исав в каждом из нас. Все хорошо. Я вам желаю тогда всего хорошего. Шаббат, шалом. Ну и даст Бог, в следующей неделе мы с вами увидимся. Всего хорошего.